Сериалы, сериалы, сериалы. Для чего же нам всем полюбился этот жанр? Распешим домой, чтобы узнать, что будет в следующей серии. Особенно нам приятно, если в сериале играют наши любимые актеры. Сегодня речь пойдет о Петре Баранчееве. Петр Баранчеев – брутальный мужчина с пронзительным взглядом. Он пророжденный актер. В ней удается максимально точно передать характер и эмоции своих героев. Петер Баранчеев родился 9 июня 1974 года в поселке Большевик, расположенном в Серпуховском районе Подмосковья. Папа и мама нашего героя не имеют отношения к театру и к кинематографу. Они представители рабочей профессии. Петр рос активным и смышленым ребенком. Он не хулиганен и не дрался с ребятами во дворе. Родители не могли нарадоваться на своего сына. В 1981 году Петр пошел в первый класс. Педагоги сразу же обратили внимание на вежливого и старательного мальчика. У Петер было много друзей и подруг в классе. Дополнительно он посещал различные игрушки, такие как рисование и авиамеделирование. После окончания средней школы Петр отправился в город, который назывался Тарасов. Ходился он в Калужской области. Там парень поступил в художественное училище. Он собирался стать скульптором. Однако в этом учреждении Петр продержался всего несколько месяцев. Потом он записался на курсы мебельщиков-краснодеревщиков. За короткий срок он получил интересную и нужную специальность. Но наш герой выбрал другой путь. Петра звала сцена. Чтобы воплотить в жизнь свои планы, он отправился в Москву. Поначалу Петр подал документы на режиссерский факультет. Но вскоре понял, что это не его призвание. Стать известным актером вот о чем он мечтал. Петр сдал вступить на экзамены в школу-студию МХАТ имени Чехова. И его зачислили на курс Олега Ефремова. Он был одним из лучших студентов в своей группе. Владочий Валек никогда не прогуливал занятий, вовремя сдавал зачеты, проявлял активность во всем, что касалось художественной самодеятельности. В 1999 году Петр Баранич получил диплом окончания вуза. И сразу же актера приняли в труп МХАТ, где он играл в таких постановках, как «Три сестры», «Новый американец», «Маскарад», «Чайка» и многие другие. Но в 2003 году Петр уходит из БХАТа. Дело в том, что его наставник Олег Ефремов умер, а должность его занимает Олег Табаков. Отношения с новым начальством не залагались с первого же дня, поэтому Петр принял решение о переходе на другое место – в драм-театр на Малой Броне. Там он сотрудничал с такими режиссерами, как Дуров, Лакерев, Самгин и Иорфа. На сцене данного театра молодой актер играл главный и второстепенный роль. Впервые наш герой появился на экранах в 2000 году. Его утвердили на небольшую роль в картине «Граница». Актер, который до этого играл только в театре, смог прекрасно справиться с новой ролью. Петр вызвал симпатию не только у зрителей, но и у режиссера. После выхода «Таежного романа» его буквально завалили предложениями о сотрудничестве. В период с 2002-2005 вышло несколько картин с участием Петра. Ему удавалось совмещать работу в театре, а также съемки в кино. Не менее счастлива складывается и семейная жизнь Петра. Актер с 2001 года счастливо женат. Вопреки сложившим стереотипам, жена Петра не предложит к актерскому бомонду и вообще никак не связана с этой профессией. Познакомились с супруги на дне рождения знакомых. В 2012 году у пары родилась дочь. Если вы захотите найти фото жены Петра, это невозможно. Даже на личных страницах актеров в социальных сетях их нет. Видимо, она действительно настолько далека от шоу-бизнеса, что считает абсолютно излишней в мелькарных экранах телевизоров и медиторах компьютеров. Сейчас супруги мечтают о появлении наследника. Смотря на то, что у Петра все складывается хорошо, мы хотим пожелать ему больших творческих успехов, прекрасных ролей, огромного счастья в личной жизни и всего-всего самого лучшего.